В этом видеоуроке мы рассмотрим второе послание Коринфянам, 12 главу. В этой главе апостол Павел повествует нам о своем служении, о своих немощах, приключениях, скорбях, о том, что ангел сатаны был послан ему, и как Павел молил Господа, чтобы Господь его избавил. К сожалению, сегодня многие христиане пытаются найти оправдание своим собственным болезням, ссылаясь на апостола Павла. За многие годы я сам пребывал в таком учении, в таком мышлении, что якобы Бог допустил или Бог послал этого ангела сатаны, который удручал бы апостола Павла, болезни. Я долгие годы думал, что апостол Павел говорит о своей собственной болезни. И я обнаружил одно, что многие больные христиане, кто болен, 90% из них ссылаются на болезнь апостола Павла. Якобы он болел, и они говорят, ну вот если Бог допустил страдать Павлу и болеть, то, конечно же, и я буду болеть. И вот почему-то все они думают, что апостол Павел болел, и по примеру Павла теперь они должны болеть. Но, изучив эту главу более внимательнее, с молитвой, мы можем явно увидеть, что апостол Павел вообще не имеет в виду свою болезнь. Сегодня мы рассмотрим его слова и посмотрим в контексте всего сказанного, а не вырванного. Так вот, тому причиной такого понимания является слово «немощь». Или второе слово, которое описывает Павел, называется «жало в плоти». На этом основании христиане решили, что Павел имел жало в плоти, то есть имел болезнь. Что Павел страдал от какой-то неизлечимой болезни, и он просил Бога, чтобы Бог его исцелил от этой болезни. Но Бог ему сказал, что тебе достаточно благодати. Друзья, это совершенно неверное представление. Павел, говоря о жале, о немощи, не имел в виду болезнь. Потому что само слово «немощь» имеет двойное значение. Одно из значений «немощь» — это болезнь. И если рассматривать в качестве болезни, то можно подумать, что апостол Павел действительно болел. Но если мы подчтем внимательно эту главу и посмотрим, Павел в этом случае не имеет в виду болезнь. А слово «немощь» также означает слабость, оно означает бессилие, оно означает усталость, оно означает изнеможение. То есть Павел, говоря о своей немощи, он говорит о том, что он просил Бога, потому что Павел уже устал. Он уже изнемогал, он уже был обессиленный, он был уставший, потому что его постоянно преследовали гонения, избиения от людей. Его гнали и избивали. Он даже при смерти был. Поэтому, когда Павел говорит о немощи, вы рассматриваете в контексте всего, о чем он рассказывает и от чего он устал. И от чего он молил Господа его избавить. Он не молил Господа избавить от болезни, потому что Павел не болел. Итак, давайте теперь обратимся к словам апостола Павла. Апостол Павел говорит здесь во второй главе Коринфяна. Можно взять с шестого стиха. Даже можно с пятого, где Павел говорит о человеке, которым он мог бы хвалиться. Но здесь можно понять, что Павел подразумевал самого себя. Итак, пятый стих. Таким человеком я стану хвалиться. Но самим собой хвалиться не стану. Разве что своими слабостями. Если бы... Я читаю из еврейского перевода. Если бы я и в самом деле хотел похвалиться, то это не было бы неразумно, так как я говорил бы правду. Но по причине чрезвычайной значимости откровений я воздерживаюсь от этого, чтобы никто не думал обо мне больше того, что я заслужил своими словами или поступками. Здесь апостол Павел понимает, что ему нужно являть христианскую скромность и не выставлять самого себя, чтобы не подступила к нему гордость. Тем более, друзья, учитывайте, что апостол Павел до своего обращения он учился у ног одного из величайших учителей Гамалиила. Павел был научен всему, что в законе. Павел отлично знал закон и ориентировался в нем. Павел был таким человеком, который имел большие знания закона. Поэтому у Павла была склонность к тому, что он мог бы возгордиться. Дальше. Потому, чтобы удержать меня от чрезмерной гордости, мне было дано жало в плоть, посланник противника, изводящий меня, чтобы я не превозносился. Так вот, апостол Павел говорит о жале в плоти. Я хочу, чтобы вы заметили, жало в плоть не имеется в виду буквально какое-то жало. Жало в плоть – это просто выражение слов. Это просто объяснение. Жало в плоть. Но на самом деле никакого жала дьявол не вонзал в него, потому что у дьявола нет жала. Жало есть у пчелы. Поэтому Павел дает аллегорическое выражение «жало в плоть». То есть он говорит, что по плоти его нечто мучило, доставало. Здесь он не говорит о какой-то духовной проблеме. Он говорит, не жало в дух, не жало в душу, а жало дано в плоть мою. Дальше Павел описывает, чем было это жало. И это жало, чтобы я не превозносился. Заметьте, не Бог послал ему ангела сатаны, но сказано, что противник, посланник противника, то есть сатана послал злого духа, посланника своего, для того, чтобы этот дух изводил Павла, чтобы Павел не превознесся. Итак, Павел говорит, «Трижды я умолял Господа избавить меня от этого, но Господь сказал мне, «Моей благодати достаточно для тебя, поскольку моя сила достигает совершенства в слабости». То есть здесь Бог дает ответ Павлу, «Не подразумевая, что сила моя совершается в болезни, но в слабости». Помните, Павел говорил, что «Когда я немощен, тогда я силен». Мы прочитаем дальше. Итак, здесь говорится о слабости, немощи человеческой. Павел изнемогал по плоти, ему дано жало в плоть. Это говорит о том, что ангел сатаны постоянно возмущал против апостола Павла людей. И Павел ничего не мог с этим поделать. Люди строили ему козни, люди восставали против него. Лже-братья, лже-апостолы. Люди препятствовали апостолу Павлу в проповеди Евангелия. И Павел понимал, что это ангел сатаны возмущал людей. И тем самым люди, грубо говоря, были этим жалом в плоть. То есть они ничего не могли поделать с душой Павла, с духом Павла. Они не могли как-то связать или парализовать силу Божью в Павле. Но они препятствовали этому сосуду, то есть апостолу, в котором был дух. Они возмущались и подымались против этого апостола. Вот что имеется в виду жало в плоть. Это плотские препятствия, которые строили люди. И Павел умолял Божие, другими словами, избавь меня от этого. Видите? Почему Павел пришлось умолять Бога? По одной простой причине. Если бы это была просто болезнь или если бы это была одержимость в человеке, то Павел молился, сказано, возлагал руки, опоясания с Павла снимали, Павел исцелял больных, Павел изгонял бесов. Ему не приходилось просить Бога, чтобы Бог это сделал. Павел сам это делал властью и именем Иисуса Христа. Но в этом же случае, когда Павел уже изнемогал от этого жала в плоти, и ниже он описывает, чем это было жало именно в плоти, то Павел не мог никак запретить людям, чтобы они против него шли. потому что люди были эти, которые были под влиянием дьявола, они были в полном союзе с дьяволом, поэтому Павел не мог запретить плоти. И Павел в этом случае пытался изгонять беса этого, гнать от людей, но ничего не происходило. То есть мы видим, что сила Божья в этом направлении в Павле не проявлялась. И Павел был вынужден умолять Бога и спрашивать у Бога, что же происходит? Почему больные исцеляются, хромые ходят, мертвые воскресают, нечистые духи из людей выходят? А почему здесь ничего не происходит? Почему ангел сатаны меня может жалить в плоть мою? Почему все это происходит? И почему бесы не подчиняются в этом случае? Здесь уже я вижу, что этому следует откровение того, что дьявол действовал и не выходил из людей только потому, что эти люди сами добровольно ему служили. Но давайте обратимся дальше. По этой причине Павел говорит, я охотно хвалюсь своей слабостью, чтобы сила Мессии пребывала на мне. Другими словами, это то, о чем говорил апостол, мы не на плоть надеющиеся. То есть, я буду хвалиться тем, что я по плоти слабый, и это не моя сила, но это Божья сила, действующая во мне, другими словами. Да, я с радостью мирюсь со слабостями, оскорблениями, и дальше Павел говорит, вот от чего происходила немощь, вот от чего изнемогал Павел, не от болезни, а у него была слабость, изнеможение и усталость от... Еще раз, я с радостью мирюсь со слабостями. То он противился тому, что происходит, вот эти гонения, обрушения на него и так далее. Но после того, как Бог поговорил с ним, Павел поменял свое мышление. И дальше он говорит, я с радостью мирюсь со слабостями, оскорблениями, трудностями, гонениями и проблемами ради Мессии. То есть, те слабости, проблемы, трудности и гонения, которые были ради Мессии, ради Иисуса, это угодно Господу. Это единственные трудности, единственные слабости, которые угодны Богу, это гонение за Божье Слово. Вот именно от этого уставал апостол Павел. Ему хотелось, как человеку, простой, тихой жизни, просто ходить проповедовать Евангелие, чтобы его никто не бил, не гнал. Потому что человек в конечном итоге устает от того, что на него клевещут, от того, что его бьют, от того, что ему препятствуют везде служить Богу. Павел изнемогал и уставал. Но Господь утешил его, показав, что это все нормально, Павел, вот именно когда ты уставший, тогда сила моя открывается. Возьмите пример. Многие верующие, кто намного старше меня и больше в Господе, например, взять страны бывшего СССР, когда на земле пытались установить коммунизм, то на многих верующих было оказано мощнейшее давление. Гнали, преследовали, клеветали, в суды бросали. Но если вы послушаете свидетельства этих людей, а я слушал свидетельства пожилых братьев или сестер, то они рассказывают о великой силе Божьей, которая действовала в эти моменты. Да, им было тяжело, им было трудно, их гнали, они были вынуждены проповедовать в лесах, они были вынуждены тайком где-то собираться, они уже, они были уставшие, их преследовали. Но именно, когда они были слабы и понимали, что в некоторых моментах жизни они слабы, они ничего не могут сделать с ситуацией, то сам Святой Дух укреплял их. Именно во время гонений сила Божья в них открывалась. Вот если я сижу здесь сегодня, к примеру, или живу я, никто меня не гонит за Христа, ну, так как вообще гнали апостолов, никто меня не убивает сегодня за Иисуса Христа, то, соответственно, сила Божья не действует таким образом. Да, конечно, она действует, но именно в тяжелейших ситуациях, когда ты действительно уже изнемогаешь по плоти, то Бог являет свою силу. Например, многие верующие сегодня, они страдают на Украине от того, что там идет война. Я убежден, что многие, кто до сих пор остался там и не покинул эту зону боевых действий, они уже изнемогают от того, что там происходит. Но я убежден, что Бог хранит и спасает их там. Я убежден, что у тех верующих, кто выживет там, когда это закончится, у них будут массы свидетельств проявления силы Божьей. Но я убежден, что на сегодняшний день они очень сильно истощены и изнеможжены от этого. Примерно то же самое говорит и Павел. Я смирился другими словами со всем этим. С гонениями, с проблемами, которые у него были ради имени Иисуса Христа. Те проблемы, которые вне Христа, с ними не нужно мириться. Единственные проблемы, с которыми Павел смирялся, это гонения и трудности за имя Иисуса. Поскольку я силен, он говорит, только тогда, когда слава. «Я вел себя неразумно, но вы вынудили меня поступить так, хотя именно вы должны были бы хвалить меня, ибо я ни в коей мере не ниже великих посланников, хотя я и ничто. Все то, что подтверждает мое служение посланника, это знамения, чудеса, удивительные явления делалось в вашем присутствии, невзирая на то, что мне пришлось перенести». Теперь вы понимаете, мои дорогие друзья, что Павел, говоря о своей немощи, а жалью вплоть, не имел в виду болезнь, но он имел в виду физическое истощение и элементарную человеческую усталость. И именно когда Павел был изнеможжен и уже устал, сила Божия являлась. Как раз таки тогда благодать и могла открываться, потому что, когда ты, это можешь даже знать сам по себе, что сила Божья обычно действует тогда, когда ты уже не можешь надеяться на самого себя, ни на какого-то человека, ни на чью-то плоть, тебе остается надеяться только на Господа. И в этом случае сила Божья открывалась. Дальше апостол говорит в 13 стихе, «Если что-нибудь такое, чего бы вам не доставало по сравнению с остальными общинами, кроме того факта, что я не был для вас обузой, за эту несправедливость, пожалуйста, простите меня». Итак, дорогие друзья, в этом видеоуроке мы рассмотрели слова апостола Павла, что он не имел в виду болезни. Он говорил о человеческой слабости, которая была у него из-за преследования. сегодня, друзья мои, Иисус Христос желает вам полного выздоровления, если вы сегодня больны. Если вы сегодня больны и вы уже готовы смириться со своей болезнью, если вам постоянно читают отрывок из слов апостола Павла, где Павел говорит о своей немощи, если вам пытаются навязать, что Павел говорил о болезни, друзья, отвергнется это. Павел не говорил о болезни. Павел говорил о том, что он просто по-человечески устал и просил у Господа, чтобы Бог его избавил от гонений, страданий, и чтобы Павел уже устал от всего. И это жало в плоти уже замучило его. Сегодня, друзья мои, вы имеете полное право на божественное исцеление, вы имеете полное право на свое выздоровление, потому что ваш Спаситель Иисус Христос умер не только ради прощения ваших грехов, умер не только ради спасения вашей души, он умер ради вашего исцеления. Сегодня, мой брат и сестра, подними свой взгляд к небу и скажи, я не верю, что болезнь, которая у меня, дана мне Иисусом Христом. Скажи, я не верю, что Святой Дух послал мне болезнь, но провозгласи в своем сердце, я верю, что ранами Иисуса я исцелен. Скажи, я верю, что у Бога совершенная воля для моего исцеления, и я принимаю Иисуса не только спасителем моей души и прощающим мне мои грехи, я принимаю Его как моего исцелителя. Я принимаю Иисуса Христа как того, кто умер за то и ради того, чтобы я был здоров. Иисус Христос, да благословит тебя! Подними свои руки и верой поблагодари Бога за свое исцеление. Стой твердо в вере, противостань болезни своей твердой верой и именем Иисуса Христа, зная, что перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Аминь.